Ряд домов в микрорайоне Карагайлы находятся без отопления. Об этом нашему телеканалу рассказали местные жители. К слову, работы по ремонту теплосетей, начатые два месяца назад, до сих пор еще не завершены. Наша съемочная группа побывала на месте и ознакомилась с ситуацией. Строительные работы в микрорайоне Карагайлы вблизи жилых домов 20, 34, 35, 55 и 55 дробь 1 начались два месяца назад. Выкопанные траншеи до сих пор остаются открытыми, поэтому жители в наступившие осенние холода сидят без теплоснабжения. Люди рассказывают, что вынуждены ходить по квартире в теплой одежде. Из-за низкой температуры в комнатах часто болеют маленькие дети. У нас дома холодно, у нас маленькие внуки, все замерзли и мы укладываем их, укрывая несколькими одеялами. Каждый раз они говорят, что делают трассу. Вот и сейчас я ходил и мне сказали, что делаем. С лета каждый день нам обещают, что закончат. Я каждый день к ним хожу, а они постоянно сидят на трубах и курят сигареты. Это дом, который я купила своим трудом. Очень холодно в доме, ноги ледяные. Почему не дают тепло? Мы же за все платим. С целью выяснения обстоятельств мы побеседовали со специалистами отдела строительства. Они сообщили, что проведение данных работ запланировано до следующего года. Тепловые сети были подключены. В целом, это строительство запланировано на этот год с переходом на следующий. То есть рассчитано на два года, в том числе подключение к тепловым сетям. Сейчас тепло подается, теперь осталась засыпка, то есть надо закрыть вырытые траншеи. Пока материал готовился к эфиру, от жителей поступила информация о том, что в ряде домов микрорайона Карагайлы начато теплоснабжение. По словам представителя отдела, до конца текущих суток все дома будут полностью обеспечены отоплением.